Приветствую вас, Александр, давайте разбираться с тем, что вы написали. Значит, вы пишете, что очень сложная ситуация, не знаю, как найти с нее выход. Вы знаете, вот на протяжении всего, наверное, прочтения вашего текста, да, у меня возникло такое ощущение, возникало, значит, такое ощущение, что вам как-будто нравится то, что с вами происходит. В некоторой степени нравится чувствовать себя в таком подвешенном состоянии. И на этом, отчасти, указывает то, что вы злоупотребляли алкоголем, мало работали, как вы говорите. Ну, как вы пишете точнее. Вот. И, в общем-то, жили по такому, скажем так, деструктивному пути. Жили по деструктивному сценарию. И надо сказать, что этот сценарий обязательно предполагает страдания для вас, некую борьбу, да, с собой, может быть, может быть, с другими людьми, вот. То есть это вот борьба. И для начала я бы поисследовал все-таки то, как вы пришли к тому, что стали часы пить и надо работать. Вы пишете жили мы с девушкой 3,5, даже не с половиной, мы написали 3,6 года вместе. У неё ребёнок. На момент, когда мы познакомились, ему было 2 года, ребёнок полюбил как своего, он меня называл с папой. Другого отца забыло. Ну, здесь, пожалуй, можно только отментировать внимание на том, вот, как вы отнеслись к ребёнку, да, и как вы восприняли её любовь к девочке, к себе. Вот. В остальном не очень понятно, для чего вы это пишите. Кроме того, что только акцента, да, вот я бы, я бы, я бы сделал акцент на том, что, а, у девушки, вашей девушки, у неё, вы не первый, да, ну, судя вот по, тому, что вы пишете, у неё вы не первый. И, с первым мужчиной, с отцом ребёнка, да, она, она, получается, отношения не поддерживает. Хотя, в общем-то, он, как минимум, должен обеспечивать её, значит, он должен обеспечивать её, алиментами. Вот. Но этого не происходит, по, какой-то причине. И я полагаю, что это вот, одно из, один из, точнее, моментов, да, которые, я считаю, также, необходимо, поисследовать, более, подробно, более детально. Потому что, если, у человека есть, сложности в отношениях, да, ну, то есть, она, с кем-то рассталась, ну, из-за, чего-то, из-за, каких-то проблем, то, я думаю, что, эти проблемы, рано или поздно, коснуться и вас. Ну, собственно, они, эти проблемы и, коснулись, вас, я полагаю. Потому что, то, что вы пишете, да, и есть, по сути, те самые, проблемы и те самые, сложности, которые, были, скорее всего, у вашей девушки, еще до того, как она с вами, с вами, начала, взаимодействовать. В отношениях, я, честно, пил, мало работал, оскорблял. И, вот, с чем, связано, такое, поведение, волшеб, с чем оно связано. То есть, вы, получается, девушку, вот эту вот, сами, сами выбрали, а вы, получается, сами с ней, в отношения, вступили, а, теперь, получается, что она вам уже не нравится. Плюс, вы пьете, ну, не нравилось, тогда. Плюс, вы, пьете, оскорбляете, и мало работаете. Здесь, по-видимому, по-видимому, здесь, какие-то, ваши собственные, сложности, с которыми вы, по-видимому, сталкиваетесь, вот, здесь есть ваши какие-то, проблемы, с которыми вы, не можете справиться, и, в результате, которых, и, проявляется, такое, вот, значит, поведение, ваше. Но, здесь, нужно, как бы, отделить, отделить, ваша проблема, наличие у вас, сложностей, от того, что касается, девушки, потому что у девушки, есть свои проблемы. Так, дальше. Часто пили, мало работали, оскорбляли, это важные, внутренние конфликты, это, по сути, желания, это, по сути, чувства, бунтуют, не структурированные чувства. Понятно, я надеюсь, о чем идет речь. Дальше. По итогу, ушел, мне надоело, точно, она меня не уважала, а было за что, могла не убраться дома, не приготовить поезд с временами. Ну, если, если, такие проблемы, наблюдались действительно, да, то есть, если они, и правда имели место быть, то они ведь, как вы, понимаете, я надеюсь, они начались, с чего-то, то есть, ну, они начались, с какого-то, шага, давайте так скажем, да, и, получается, что вы, вы, отнеслись к проблеме, так, что она, проблема эта, продолжала, развиваться. Вот. и я полагаю, что, здесь, обязательно нужно, а, определить, именно то, насколько вы, способствовали, тому, что, происходило, все произошло, то есть, вот, девушка не готовит, не убирает, да, ничего такого не делает, ну, как бы, как бы это сказать, да, полезного, ну, для вас, например, вот. и, вы, уходите, то есть, по сути, просто сбегают, вместо того, чтобы проблему решать. И, при этом, вас не волнует, да, даже, не ребенок, который, по сути, еще одного, папу, теряет, да, вас не волнует, не она сама, вот. То есть, я вас, на самом деле, не обвиняю сейчас, я, просто, хочу, чтобы вы, проникли, в ситуацию, чтобы вы, увидели ее лучше. Дальше, прошло три дня, после моего ухода, я решил, пройти, прийти, проверить ее, что это значит проверить? Вот, что вы, вкладываете, в это, в это, понятие, проверить? Я, пришел, ее, проверить. Вот, а, что это значит, вообще? Что вы, а, хотите этим сказать? что вы, а, подразумеваете, под этим, да? Проверить. с какой целью вы, вы, а, ее, значит, пришли проверять? Понимаете? А, отдаете ли вы себе отчет в том, что, это, либо, ваша неуверенность в себе, либо родительская позиция к ней, либо чувство вины, а, ну, вот, ваше, опять же, чувство вины, да? А, либо, просто, неспособность, принять, ну, принять решение, решение, адекватное решение, которое, а, действительно, соответствует истине, того, что вы хотите. Так, достал я ее другим, другим пости, да? Ну, в принципе, я, это, возможно, воспри, воспри, воспринялось с вами, как измена, но, если это воспринялось с вами, как измена, то, нужно разбираться, то есть, нужно травму убрать, у вас осталась травма, от того, что она вот вам изменила, если вы считаете, считаете это изменой. и, по опыту, по опыту, по опыту, могу сказать, что, если, эм, для вас, вот, травматично, да, оказалось, ну, то, что, девочка, вам, вам изменила, ну, изменила, да, вот, если для вас это травматично, значит, вы не уверен, не совсем уверенный, уверенный в себе человек, и затем уверенный в себе мужчину, вот, а это, как вы, я надеюсь, понимаете, да, это, эм, проблема, скорее, ваша, а не девушка, то есть, это не, проблема девушки, что вы, эм, там, чувствуете себя, например, ну, например, не уверенным, да, вот, но, тем не менее, тем не менее, а, просто, чтобы вы ее, а, значит, поняли, да, правильно меня, вам нужно, разобрать вот эту, вот историю, а, которая связана с, 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 с тем, что вы, застали ее, застали ее, э, значит, с другим, э, мужчиной, вот, и, вполне возможно, это одна из, э, причин, по которым вы не можете, двигаться дальше, дальше, вот, хотя здесь, конечно, тоже нужно, э, выяснять, да, по этой ли причине вы, не можете двигаться дальше, или, по, какой-то другой, причине, вы, не можете двигаться, двигаться дальше, дальше, дальше идем, э, так, значит, она попросила простить ее, и отпустить, опять же, как вы это восприняли, что значит простить, за что простить, что значит отпустить, я так и поступил, прошел месяц, она начала пытаться выходить со мной на контакт, говорит родственникам, что ей плохо без меня, несмотря на то, что продолжала общаться с Элимпиадой. Ну, э, с парнем, она, скорее всего, была, на эмоциях, я так, вот, думаю, да, а, именно с парнем, она была, скорее всего, на эмоциях, все-таки, а, вот, и, соответственно, он для нее, э, значит, значил, значил, или, значит, э, не то, что вы, не то, что вы, не то, что вы, э, не то, что вы им, для, нее, ее. Вот. И, здесь, конечно, сыграло роль, сыграло роль, э, то, что, значит, с одной стороны, она не уверена в себе, да, боится одиночества, не перенесла одиночества, вот. А, с другой стороны, с другой стороны, с другой стороны, э, ситуация может быть, э, связана, также, еще и с тем, что, ну, человек просто, вот, э, использует, склонен, 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 к тому, чтобы использовать людей. Вот. Здесь я, конечно, не знаю, здесь я больше, э, склоняюсь, э, к, э, варианту, именно вашему, да, то есть, то есть, как вот вы, вы воспринимаете девочку, потому что вы, вы знаете ее лучше, очевидно. Но, тем не менее, тем не менее. Так, а, значит, э, как-то пошел с ней на контакт, для чего, зачем, чего хотели, чего ожидали, э, пришел, переспали. Ну, понимаете, вот, опять же, да, э, все это, как будто, э, происходит, ну, ну, не с вами, что ли, знаете, то есть, вы, как будто, во всем этом не участвуете, или действуете, но, абсолютно, бессознательно, что ли, понимаете, то есть, ну, вот, согласитесь, да, ну, когда, а, взрослый, взрослый мужчина, да, вот, каким, а, являетесь вы, э, говорит, что, значит, что-то типа того, что, а, вот, что мы просто переспали, вот, да, то есть, ну, пришел к ней, переспал, вы отдавали себе отчет, что вы делали? Вы отдавали себе отсчёт в том, что как бы, ну, к этому всё идёт. Вы отдавали себе отсчёт в том, что вы как бы занимаетесь с ней сексом, что вы, что это вас к чему-то там может обязать, например, или что у этого будут какие-то последствия обязательно, понимаете? Всё, вот что это значит, да, просто пришёл и перестал. Решили сделать всё от начала, значит, от начала она сказала, что это всё от того парня. Ну, понимаете, вот здесь лично для меня, да, вы выглядите как достаточно такие, знаете, дети. Дети такие отчасти, отчасти наивные, отчасти простые, вот. Потому что вернуть, вернуть отношения или начать от начала нельзя. Можно изменить, можно изменить своё поведение, можно изменить поведение партнёра, да. Но от начала всё вы начать не сможете никогда. И, конечно, довольно грустно, что вы этого не поняли, что вы этого не знаете, что вы этого не чувствуете, что вы искренне, вот искренне, наверное, считаете, что можно вернуть всё там в пять, вот. Понимаете, какая история. Это, конечно, вопрос к вам, да, насколько вы адекватно воспринимаете себя и своего партнёра. Насколько вы воспринимаете опыт. То есть вернуть назад, вернуться назад, это означает забыть тот опыт, который вы получите. Вот. А это, в свою очередь, опять же, означает неизбежность натыкания на ошибки. В итоге, наутро поняли, что не можно быть вместе, вмешали страхи. Страхи чего? Присло ещё какое-то время, она снова начала выходить на связь, я снова повёлся. Зачем? При одном условии, если порвёт отношения с парнем. Да твоё же условие ставить. Это, вот, знаете, какая-то такая игра-манипуляция, получается, здесь. Порвала, скинула в переписку, то есть доверия между вами нет. Начали видеться, но снова нам было плохо, как плохо, когда мы были вместе, постоянно страхи. Чего? Постоянно какая-то скованность, то есть стеснение, то есть непринятие себя. На душе больно, от чего? Непонятное состояние, тревога. Тревога это, опять же, нереализованность чувств. Так, тревога. Решили расстаться. Значит, у меня дочь, у меня тоже уже есть другая девушка, но уходить к ней не хочу. А зачем она вам тогда? Как вы её воспринимаете? Тут она написала, новая девушка, моей бывшей, чтобы она перестала её тревожить, не оставилась такое. То есть вы, по сути дела, спровоцировали, спровоцировали такую историю, что за вас уже, да? За вас уже дерутся, дерутся девочки. Такую историю вы провоцируете, получается. Вот. То есть, видимо, вот настолько вы не уверены в себе и не готовы брать ответственность за свои действия и поступки. То есть, эта игра, подеритесь, вот, не особенная такая игра, подеритесь, можете почитать её в интернете. После этого моя бывшая снова решила меня вернуть и сказала той, что меня не отдаст. А вы? Вы вообще в этой ситуации всей как-то участвуете? Значит, решила вернуть. А вы хотите возвращаться или что? Я вернулся и сейчас нам очень сложно. Из-за чего? Мы хотим найти выход. А откуда выход-то? Она говорит, что уже не любит меня так, как любила. А зачем возвращала тогда? Возможно, она отсылка от меня, не знаю, отвыкла, наверное, от меня вы хотите сказать. Как правило, если человек отвыкает, то, в общем-то, все происходит гораздо лучше и позитивнее. Так, я думаю, что нам нужно время, чтобы мы прожили отдельно и отвыкли. Ибо мы прожили отдельно и отвыкли. Говорю, нам нужно привычка. Нет, привычка здесь роли не играет. Мы оба чего-то ждём. Потому что вы оба не принимают для себя и, соответственно, не готовы ничего делать. Для себя самих, в первую очередь. Нам очень плохо, постоянно хочется расстаться из-за этого. Потому что вы ожидаете того, чего хотите для себя, от другого. Это называется невротические отношения. Мы уже не знаем, что будет для нас лучше. Для вас будет лучше обоих личная работа, индивидуальная работа над собой и над своими собственными страхами, которые у вас есть. Вот это будет для вас самый лучший, самый лучший выход из ситуации. Вам и ей. Дальше. Так, я её люблю. Как это проявляется? Она обижена тоже. Как это проявляется? Говорят люблю, но не могу показать. Не хочу. Боюсь. Это разные вещи. Не могу, но, опять же, бег от ответственности. От личной ответственности за себя. Поэтому, когда я сплю, она может меня обсловывать и обняться. То есть, когда она не чувствует угрозу. Я, кстати, бросил бить уже 4 месяца. Я ни грамма не пью. С чем это связано? У меня хорошие перспективы. Открылись в музыке. Я начал продюсера. Но даже это не спасает ситуацию. А должно? Должно это спасать ситуацию? Вас? Вот лично вас, Александр, вообще кто-то должен спасать? Как вы считаете? Я говорю, у меня контракт на 5 лет, но она всё думает, что у нас будет как раньше. Ну, дело не в том, что вы ей говорите, а в том, что она чувствует. И как вид себя ведёт. Стало какой-то холодный и даже в какой-то степени чужой. Скажите, пожалуйста, что делать и что-то вообще такое. Это неврактические отношения. А по поводу того, что делать, это вот работать над теми аспектами, которые я назвал по сути. Вот. Хотя бы. Нужно работать над вашими страхами. Нужно раскрывать вас как личность, индивидуальность лучше. Вот. И корректировать ваше поведение. Это работа, Александр, это работа не только для девочки, но и для вас. Для вас обоих, но если вы начнёте работать как, ну, как человек, который обратился, да, к нам, то я полагаю, что, в общем-то, и девочка тоже за вами начнёт тянуться. И кто знает, может быть, она или цена будет меняться, или созреет для того, чтобы обратиться к специалисту сама. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...